МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Химинститут облила спиртом своего 61-летнего знакомого, инвалида, и подожгла на нем одежду. С 35% ожогов тела мужчина был госпитализирован, где 2 июня от полученных травм скончался. В ходе следствия Колизова пояснила следователю, что облила знакомого спиртом из-за мести. Тот отказался выпить за поминь ее родных. 23 июля допрошен ряд свидетелей обвинения. Допросы свидетелей продолжатся завтра, 24 июля. Сотрудниками Управления экономической безопасности противодействия коррупции Управлению ОМВД России по Тверской области задокументирована противоправная деятельность директора одного из муниципальных учреждений Конаковского района, подозреваемого в получении взятки. По данным оперативников, мужчина, являясь должностным лицом, получил от предпринимателя фирмы-подрядчика 150 тысяч рублей за исключение из акта недостатков выполненных работ, обнаруженных в ходе осмотра помещений школы. Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до 40-кратной суммы взятки. Уголовное дело в отношении скандально известного Эмиля Байрамова поступило в Центральный районный суд города Твери. Байрамов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, и повлекшее по неосторожности смерть человека. Дело назначено к судебному разбирательству на 30 июля. Напомним, адвокаты не раз ходатайствовали об изменении Байрамова меры пресечения. Заключение под стражу на домашний арест. Им было отказано.